что живет всем привет с вами снова я артем и мы с вами продолжаем ходить hitman legacy в общем-то и начинаются у нас дополнительные миссии в общем-то в этом видео соответственно да в этом же видео не заканчиваться потому что этих миссий не сказать что прям уж так чтобы много в этой игре в принципе так то по первому сезону их только 5 соответственно по второму их там 4 в общем соответственно бонусные миссии 2 эпизода будем после того ну в смысле этого 2 сезона будем проходить после того когда пройдем весь второй сезон и в общем у нас первая миссия соответственно да это праздничный загребал очень символичная Я ее, как вы помните, проходил, даже было дело под Новый год Это у нас, так сказать, новогодний Париж И здесь нам нужно будет завалить грабителей из фильма «Один дома» Такая, скажем так, отсылочка на ту самую комедию И, в общем, погнали В принципе, эти миссии, их здесь, в общем-то, да Здесь нет уровня сложности мастера, как бы как такового То есть, единственная сложность, на которой можно проходить их Это, соответственно, средняя, то есть, это профессионал Поэтому, как бы, соответственно, я решил, что мастера я тут ставить не буду В условии, как бы, то, что, соответственно, да, я их прохожу на мастере Потому что, по факту, сложности мастера, как таковой, нет, как я уже сказал В общем, сейчас мы с вами разберемся с Гарри, в первую очередь Который тут у нас, нет, с этим, с Марвом, по-моему, Марву, да, звать Который у нас сейчас по подвалу ходит Вот, в общем-то, и он Сейчас мы его вырубаем огнетушителем Ломаем ему шею И, в общем, сейчас мы его упакуем вот в этот вот ящик Гарри, это у нас, соответственно, вторая наша цель, да Вот, в общем, первый готов И остается у нас, соответственно, заняться вторым Я его вообще, если честно, хотел ждать на чердаке аж Но что-то я как-то решил, что это будет довольно долго И, как бы, плюс еще, естественно, нужно будет врезать В тот момент, когда я его ожидаю Потому что на чердак он прибегает В принципе, там, по-моему, там под самый-самый-самый конец уже Я, естественно, пошел, как вы понимаете, на чердак Но тут я его, в общем-то, по пути встретил И получилось его, соответственно, по-тихому завалить Вот он у нас тут как раз-таки Я такой думаю, а давай-ка, чё, нет Чё, нет, давай-ка я тебя сейчас прям тут завалю Конечно, это было довольно рискованно Потому что тут проходили эти-то охранники Ну, в смысле, не охранники, это эти Вон, вон там они заворачивают Короче, группа, которая отвечает за свет Назовем их так Хотя, по-моему, это охранники Потому что они все-таки могут это самое оружие увидеть Соответственно, они его пойдут относить И всякое, в общем, такое В общем, но, тем временем у нас Вторая цель наша мертва Остается нам только уйти отсюда Сейчас мы подождем, естественно, пока у нас вот этот патруль Пройдет Миссии эти, да, они, конечно, некоторые из них довольно Ну, я бы, если честно, не сказал даже, что они тяжелые вообще все Знаете, как-то Он прям вообще бы не сказал Так, тут я сейчас хотел пройти через То место, где у нас тут тусует этот самый Крутой официант Как вы помните, да, в этой В дефолтной миссии в Париже Но все-таки что-то как-то Маршруты этих вот охранников мне не очень понравились Поэтому решил пройти все-таки через первый этаж И, в принципе, все Такая вот, в общем-то, первая миссия В общем-то, да, я вкратце напоминаю наши условия челленджа Это, соответственно, Shoot Only Это, соответственно, Silent Assassin Это без Этого, без интерфейса Игрового Вот единственное, что вот интерфейс Это вот у меня сложность показана, да То, что я на норме играю Хотя, по сути, даже здесь-то его можно было скрыть Потому что более низкой сложности тут На этих миссиях не предвидится То есть тут только Как бы вот средний и все То есть не выше, не ниже Это, соответственно, да Еще без дефолтной экипировки И еще без врубаний Как бы, естественно, да Я могу ломать шею Как бы кому-нибудь По условиям этого челленджа Но ломать шею я могу только целям Потому что, как вы понимаете Тогда мы потеряем Silent Assassin Если, в общем-то, кому-нибудь Кроме Таких, собственно говоря, субъектов буду Короче, буду вытворять такое с субъектами Кроме целей Поэтому, в общем-то, такие вот дела Конечно, очень красиво Они преобразили Париж Очень мне он тут прям такой нравится Она, конечно, и в оригинале Эта локация вообще такая крутая была А тут прям вообще красота Ну и что, первая миссия комплит В общем, у нас Silent Assassin Как вы понимаете, suit only Все дела По-моему, где-то за 5 минут Да и прошел Ну да Да, например, где-то за 5 минут 4,54 Тут, конечно, некоторые миссии Они вообще настолько элементарны За полторы минуты проходят 4,54 Твоя пословие Твоя достача Твоя городская поста Твоя столбия итальянская Твоя колечка Твоя клиент Пива Лавентура Питуш Стретирует Учащи-сепик Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Миссия, она проходит уже после, соответственно, этой миссии, то есть, соответственно, после Мира Будущего Вот такие вот, в общем-то, интересные довольно подробности, особенность, так сказать, этой миссии, этих, в смысле, миссий Ну и, в общем, тут я тоже особо ничего нового не придумал, как вы уж не понимаете Да, если что, если кто не в курсе, мы их уже проходили, эти миссии в составе, как бы, оригинального, ну, в смысле, не оригинального, этого Hitman 2016 года Поэтому, как бы, прохождение вот многих, в принципе, миссий уже есть, так-то, на канале, но, соответственно, там мы проходили в Hitman 2016 года Здесь я вам что советую? Здесь я вам сейчас советую подбежать вот к этим вот двум НПСам, в общем, соответственно, да, завести их разговор Потому что они это дают, это самое сюжетное задание, по-моему, и, в общем, потом они отсюда уходят И, соответственно, нам нужно, чтобы их тут не было, потому что мы будем проникать в фургончик Буско И они там как раз-таки будут стоять, нас, в принципе, будут палить Сейчас мы здесь по трубе залезаем вот сюда вот Здесь мы сейчас опять в окно И тут по еще одной трубе залезаем еще чуть повыше Сейчас мы тут уничтожим записи с камеры видеонаблюдения Вот сюда вот залезаем в окно И, соответственно, тут у нас рекордер Здесь, в общем-то, да, возьмите еще огнетушитель, если вы не взяли монетку Потому что вначале, да, я там ее за фургонами подобрал Монетка нам тут пригодится для отвлечения охранника одного Вот здесь сейчас откройте вот эту дверь вот так вот Встаньте рядом с ней, короче И подождите пока у нас вот с платформы, с этого, да, которая чуть-чуть правее С ней у нас выйдет один этот оператор по спецэффектам Я этого, конечно, не дождался, но я тут выжидал довольно много Поэтому довольно хороший был момент В общем, сейчас я уже решаю бросать Вот, видите, то есть, да, у нас сейчас выходит этот вот оператор по спецэффектам И как раз я очень хорошо отвлек от охранника на монетку Но лучше все-таки подождать, пока он выйдет Тут оператор И потом аккуратненько вот так вот тут пролезать Пробегать даже, я бы сказал Тут мы сейчас залезаем на вот этот вот фургончик Как раз таки это то место, куда у нас приходит динобоск порой Сейчас мы тут берем топор Берем ключи от его машинки На ней мы, соответственно, покинем эту миссию И, соответственно, ждем его Этот момент я, естественно, для вас вырезал Вот он у нас сюда заходит И мы ему кидаем в него топором Короче, сейчас мы его тут еще спрячем на всякий случай Это, конечно, делать абсолютно необязательно Потому что сюда, в принципе, никто не заходит И сейчас вот мы через жалюзи посмотрим Как у нас там дела Там вот видите, да, у нас два НПСа стоят На вот этот вот на площадке Нам нужно сейчас подождать, пока один из этих у нас уйдет вниз Этот вот сейчас как раз, который двигается Еще, да, я не залезаю в люк Потому что я не знаю, если, честно, баг это какой-то или нет Не знаю, возможно, это, конечно, единичная такая была приколюха Но меня почему-то палил охранник Почему-то, когда я именно только вот висел на вот этом вот люке Он меня как-то, короче, уже видел Возможно, это, конечно, видел меня кто-то другой Но, как мне показалось, это вот именно тот вот нижний охранник То есть как он, в принципе, меня заметил Я, если честно, этого не понимаю Вот, на всякий случай, как я сказал Все-таки лучше подождать, пока у нас там платформа будет Ну, в принципе, в смысле, на платформе у нас будет один человек Второй, он, соответственно, пойдет вниз И мы сейчас просто на машине Дина Боска, соответственно, покинем эту миссию Соответственно, разблокируем этот челлендж, по-моему, называется автопогоня, да? В этой миссии Что, типа, именно на машине нужно ее покинуть И третья миссия Соответственно, вторая миссия в Сапиензе Это у нас обвал Я пока что замолкаю, так как у нас опять будет, в общем-то, брифинг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот, как раз-таки, поэтому я и говорил То, что вот эта миссия, она, грубо говоря Ну, как бы, она начинает наш цикл Сапиенских миссий Миссия Мир Будущего То есть, это, соответственно, мейновая миссия Она у нас, его, соответственно, продолжает И, в общем-то, миссия Идола Она у нас уже его, соответственно, завершает Так что, вот такие вот дела И, в общем, Абиати, мы будем с вами уничтожать Постраивая несчастный случай Для этого нам надо Во-первых, чтобы он у нас был на В общем-то, на заднем дворе церкви Так сказать, во-первых И, во-вторых, нужно будет там поломать один удлинитель Чтобы, когда он, короче, захочет в туалет Он у нас, соответственно, отъедет уже Как бы В общем, сейчас мы тут забегаем Вот сюда вот Тут сейчас забираем лом Это нам нужно для того, чтобы Попасть в комнату помощника Абиати Там же, кстати, мы и возьмем отвертку Чтобы, соответственно, поломать удлинитель На заднем дворе церкви И сейчас нам нужно будет организовать встречу В общем-то, некоторую Для Абиати Для этого, чтобы, соответственно, выманить помощника Я тут подхожу к ноутбуку И вот тут Что-то тут он его как-то ломает Хитман И сейчас я еще возьму ключи от катера На котором мы, соответственно, будем с вами покидать эту миссию Кстати, тоже, да, за катер У нас, по-моему, будет какая-то там одна ачивка Поскольку я так помню То есть тоже там какое-то там испытание дается за это Вот, сейчас я подбегаю к этим дверям К этой двери И тут сейчас жду, пока у нас Выйдет этот самый помощник Потому что дверь, в принципе, ее нужно будет взламывать У нас, так как у нас, в принципе, только лом Это как-то не особо прикольно Потому что тут Есть лишние глаза Которые, в принципе, это все могут дела Просмотреть Сейчас мы сюда заходим И забегаем на самый верх Вот сюда, вот здесь вот у нас Ломаем ломом дверь Тут берем, вот, в общем-то, отвертку Берем расписание объятия Сэр, это я Извините, что я заинтересовала Что? Я busy здесь Люди звали Они хотят пустить встречу Одну часу, если это возможно Смотри, что я как-то как-то красный хор, который просто пустить Ах, окей, давайте подумать Сэр, я должен перескедурить встречу? Вот, мы ему сейчас назначаем, так сказать, встречу И сейчас остается нам только поломать удлинитель На заднем дворе церкви И топать к выходу В общем-то, и там нам тоже чуть-чуть нужно будет подождать Пока он, пока он там туда придет Пока он там стоит В принципе, кстати, пока он стоит Можно его тоже, да, скинуть В общем-то, тоже, да, будет несчастный случай Скинуть его просто в это В море Ну вот и все Но как-то решил я тут чуть-чуть Чуть-чуть как бы сделать Так, чтобы Конечно, отчасти это побольше будет геморроя В том смысле, то, что нужно будет Будет подольше ждать Так, тут сейчас у нас, по-моему, генератор Да, генератор у нас включен И все Остается нам только ждать Сейчас пойдем, в принципе, так прогулочным шагом до Нашего выхода На этом все В общем-то, с этой миссией, по сути, можно сказать Можно сказать, короче, мы его прошли Решил я, естественно, так просто пройтись Потому что Пока он там еще придет В общем-то, да, мы уже будем у выхода А он там еще, как бы Даже, по-моему, на это на задний двор не придет Этот Марко Абиати Наш Поэтому, в общем, он такой довольно Довольно медленный Дядя Ну и покинем, как я уже сказал С вами мы эту миссию на катере За это точно, да, я знаю, что удается какая-то там ачивка Какое-то там испытание Но я вот, если честно, не помню, какой именно К сожалению Вот Вот он наш выход Остается нам только чуть-чуть-чуть подождать А то, чтобы туда я посмотрел, где у нас тут Видите, вот он Он настолько пришел сейчас вот на кладбище Как видите Вот Перемотал для вас Дядя Нам сообщает то, что Все, готово И такая вот, в общем-то, миссия Тоже, напомню, где-то на 5 минут Примерно Может, даже там чуть-чуть больше Может, там на 6 где-то Ну да, 5 5 с половиной И миссия номер 4 Под названием, в общем-то, Дом на песке Дом на песке Компани documents Туао Куэнг Including the confidential offer For a multi-billion dollar Real estate project In response, Hamilton Lowe Has requested That we eliminate Both men And send their competition A clear message Коңг Has rented A rooftop patio For the meeting But the location Is as of yet Unclear So track them And eliminate them And reclaim The documents Good luck 47 И вот такие вот у нас цели В общем, в этот раз Мы будем их с вами травить Тут у нас много Довольно Кресиного яда На этой локации Которую, в принципе, достать Будет довольно нам просто Снимаю себе всю экупировку Переодеваюсь в костюм рипера Как видите В общем, сначала мы Разберемся С Мэтью Мэндолой С вами И потом пойдем с вами В общем-то уже в кальянную В кальянную У нас, соответственно, этот кун Короче, наша Вторая цель там сидит Я сейчас не Не запоминаю Такие, в общем-то, сложные Имена В общем, сейчас мы Бежим сюда Здесь берем Красивый яд И сейчас я еще решил взять Почему бы нет Билет Так сказать, в кальянную В общем-то, билет в кальянную У нас находится Вот здесь Вот тут Так вот Перелезаем Здесь его Забираем Вылезаем обратно И сейчас будем травить Финики Которые у нас пробует Мэндова С него С него нам как раз-таки Нужно еще и документы взять Так что про это В общем-то, тоже Не забудьте Сейчас нам нужно будет Того чуть-чуть Правда Подождать Это я как-то Не вырезал Он там сейчас Пока что поговорит По телефону Дойдет Дойдет до фиников Их попробует И В общем, сюда Он у нас как раз-таки Придет И здесь как раз-таки Будет место Куда его спрятать В общем-то, по поводу того Что вас там Кто-нибудь спалит Не волнуйтесь Там, конечно, очень много Ну, как сказать Там может показаться Да, что там очень много НПС Что там Много кто, короче Может вас запалить Но На самом деле По факту Это не так Там большинство Как бы Это просто массовка Некоторая Хотя Порой, конечно Эта массовка Она Так сказать Логично В принципе Реагирует на ваши действия Но Обнаружение Вы там Как бы Не получите Так что Вот такие Вот дела Вот он У нас так Краски Сюда Сейчас Придет И сейчас Мы ему Ломаем Шею Сейчас Мы его Сюда Вот в общем Как раз И спрячем Также Да, не забудьте Взять с него Документы Если что Потому что Это в общем-то Еще одна Наша цель Их нам тоже Нужно Обязательно Взять Такие Возьми И остается Нам только Кун В общем-то Для этого Мы сейчас Пойдем Прям в кальянную В общем-то Пропуск у нас Уже туда есть На входе Тут в принципе Не обыскивают В принципе Даже если бы Обыскивали То ничего страшного Потому что У нас Как вы знаете Ничего с собой Нет такого Запрещенного Нужно тут Только пропуск Показать Вот и все Сейчас Мы тут Бежим В туалет Здесь Забираем Еще один Кресиный яд Сейчас Нужно будет Подождать Пока у нас Акун Пойдет Такой Скоро так По периметру Обходить Всю эту Кальянную И в этот Момент Нужно будет Туда К нему Забежать И ему Подсыпать Идку Это У нас Как раз Выходит Решил Я еще Тоже Чуть-чуть Подождать Пока У нас Пойдет Вообще По периметру То есть Вот он Сюда Выходит Че тут Говорит И идет Дальше Смотреть Вот Мы сейчас Аккуратненько Сюда Я сейчас Не знаю Тут Запретная Зона Или нет Как-то Особо Сильно На это Не обращал Внимания Поэтому Все-таки От греха Подальше Все-таки Подождать Пока Они Пойдут Именно По периметру Обходить Кальянную Вот Мы сейчас Идем В туалет И Соответственно Тут Его Сейчас Будем Ждать Естественно Это Для вас Тоже Перемотал В общем Он Сейчас Тут В общем Скоро Уже На подходе Так Так Надо Сейчас Чтобы Это Господи Так Вот Все Неужели Игра Поняла Чего Я хочу Конечно Да Его Тоже Можно Тут Это Завалить То есть Ну Как бы Сломать Ему Шею Имею Ввиду Но Как-то Решил Я В общем То Вот так Вот С ним Вот Такой Финтифлюх С ним Прокрутить Ну И В общем Это У нас Четвертая Миссия Следующая Миссия В принципе Она Вот Да Как раз Так У нас За полторы Минуты Проходится Это Конечно Миссия Она Там Просто Настолько Прям Шуточная Что Я Прям Просто Не могу Она Конечно Очень Красивая То есть Тоже Да Это Хоккайдо Эта Эта Карта Ее Там Очень Красиво Всю Обставили Но Прям Вот Миссия Она Она Вот Серьезно Она Хоть Стой Хоть Падай Ну Вы Сейчас Увидите В общем Это Все Да Естественно У нас Тут Да Салент Ассессин Только Костюм Все Дела И Соответственно Последняя Миссия Это У нас Праздник Снега В Хоккайдо Если Сейчас Не знаю То ли Она Скорее Всего Она Тоже Какая Там Тоже Всемир Зачем Миссии Скорее Прямая Что Собрание Тоже Сng Все В Сно Миссия В общем, я тоже не уверен, что она, конечно, тоже какая-то там, не знаю, не новогодняя была, то есть, ну, там, скорее всего, вероятнее всего, она тоже там где-то там под Новый год когда-нибудь выходила, но насколько она элементарно Это просто, я просто не могу, вот серьезно В общем, у нас, короче, есть, да, у нас есть наша цель, у нас есть с ней один охранник, при этом ходят они, естественно, только, ну, как бы они В общем, ходят они вот только по ресторану и по вот этому вот садику Вот она, да, наша цель как раз Сейчас, в общем, что мы делаем? Сейчас мы отманиваем охранника молоточком, вот когда у нас наша цель подойдет к перилам Соответственно, его отманиваем и, соответственно, его через перил перекидываем И мы на этом все, на этом, в общем, в принципе, вся миссия И я думаю, я на этом буду с вами уже прощаться Так что, ребята, такие дела С вами был я, Артем Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте, рассказайте о канале друзьям Добавляйте идею сбранное Все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться Всем на этом, в общем-то, спасибо Всем на этом, естественно, ребят, до свидания В общем, сейчас мы отманиваем охранником молоточком И, соответственно, его перекидываем через перила На этом у нас минус цель И на этом всем пока Всем на этом, до скорых встреч Всем на этом, соответственно, удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok